Хинкали уже закончились. Хинкали закончились? Продолжение ресторанного обеда. Ты теперь и завтракаешь в ресторане? Не только обедаешь и ужинаешь? Сходил утром. Принес и себе, и мне? Шариков набрал. Сырных. Что любишь? Сырные шарики? Обожаю. С кукурузной мукой. Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Ребята, погода прекрасная на улице. Я выбралась немножко походить. Немножко погулять. Зайти кое-куда. Знаете, хочется сказать. А вчера мы все доели. И теперь мы в карусели. Ну, в общем, нужно купить продукты. Вчера мы ничего не готовили. Так, с утра позавтракали. Ну, и отправились отмечать день рождения в ресторан. А сегодня все подъели. То, что вчера принесли из ресторана, то, что нам упаковали. Погода в Москве шикарная. Хотела одеть ветровку, но испугалась. 11 градусов тепла для ветровки маловато. Ну, все. Уже весна. Уже снег не выпадет. Уже весна. Борис уже рвется на дачу. Быстрее, быстрее. Похоже, я останусь без двери к тумбочке. Ему уже очень хочется. Он уже собирается звонить соседям, узнавать, как там, что там, много ли снега, много ли воды. Он уже рвется на дачу. Ему уже не хочется быть в Москве. Хотела поделиться с вами странным ощущением своего организма с тех пор, как начала заниматься правильным питанием. Вы знаете, какое-то категоричное отношение к мясу. То есть, ну, вообще. Мяса не хочется вообще совсем. Нисколько. Даже вид обычной, домашней. Очень вкусные котлеты вызывают отвращение. Алла смеется, говорит, это признак анорексии. Нет, я не знаю, может быть, так и должно быть. Тянет. Может, просто тянет на овощи. Что хочется съесть? Хочется съесть овощи. Причем сырые. Странное состояние организма. Я всегда считала, что я не молочная, я мясная. Я мясо очень любила во всех его проявлениях. Вот вчера в ресторане очень хотела шашлык. Заказали одну порцию на троих. Я съела два кусочка мяса, и мне этого было достаточно. Причем ела без особого удовольствия. Хотя думала, что получу истинное удовольствие от мяса. Непонятно, что с организмом происходит. Раньше я могла есть мясо в огромных количествах и по-всякому приготовленное. Сейчас все настолько изменилось, что это меня немного удивляет и даже пугает. Как быстро растут дома на Полярной 25. Вот они какие. Оранжево-коричневые. Даже там немножко серенькое есть. Скоро-скоро моя мамашка приедет ко мне. И будем жить рядышком. Это дома под реновацию. Я решила зайти в Фикс Прайс и посмотреть, что здесь новенького. Потом хочется посмотреть, есть тут автомобильные салфетки или нет. Может в Фикс Прайсе есть автомобильные салфетки для окон, как вы говорили. Ну и надо вот этой попробовать. Это микрофибра. Это хорошая штучка. Но вот таких, чтобы именно автомобильных, я не вижу. Интересно, а вешалки бывают только одного размера? Или все-таки нескольких? Автомобильный раздел, но здесь салфеток нет. Ну что, очень похоже, вы имели в виду вот такую тубу. Ну что, разве попробовать эту взять? Хорошо, попробую взять эту. Ну, в общем, я решила их взять две штуки. Посмотрим, как они моют. Я думаю, что это именно то, что вы имели в виду. Много всего для сада, огорода. Даже какие-то вот такие поролоновые штучки. А, это коврик. Все понятно, это коврик, на который можно коленями вставать. И будет очень удобно. Божьи коровки, кошки. Ну вот, ребят, я нашла тут кое-что. Но тут какая-то ручка очень слабая. Может, не обращать на это внимание и взять? Не отвалится. Ну, для соуса. Ну, наверное, я все-таки возьму. И крышкой закрывается. И совсем недорого. Кстати, я купила вот эти вот салфетки. Ко мне подошла незнакомая совершенно женщина и говорит, а где вы их купили? А где вы их купили? Я говорю, да вон они в автомобильном отделе. Она говорит, ой, а я их проледела. Я их что-то не нашла. Это очень хорошие салфетки. Очень хорошие. Вам повезло, что вы взяли. Так что, ребята, надеюсь, что я купила те автомобильные салфетки, о которых вы мне говорили. Так, ну все. В экспрессии я побывала. Ничего особенного не купила. Вешалки и вот эти вот две салфетки. Больше ничего брать не стала. Мне больше ничего не надо. А теперь за продуктами в подвальчик. Вот такую мы с вами посуду видели на складе. Помните, на Аптолом. Вот цена. 1200-1500. Это здесь, не на складе. Посмотрите, мои хорошие, что я нашла в перекрестке. Сок Дес. Тыквенно-апельсиновый. Я даже прочитала состав. Так, состав. Пюре тыквы и сок апельсина. Ни сахара, ничего нет. Ну что, попробовать взять вот этот и вот этот. Яблонко, огурец и сельдерей. Без сахара, без консервантов, без искусственных красителей. Цена, конечно, велика. 119 рублей. Но, что не сделаешь ради здоровья. Совсем я не толстый. Ну правильно. Куртку-то расстегнули на последнюю пуговицу. Теперь ты не толстый. И лежа на спине, я совсем не толстый. Лёжа на спине. Лёжа на спине, никто не толстый. Худой, я бы сказал. Ага, Аполлон. Мусор не забудь. Ладно. Побелку не забудь. И не потеряй по дороге. Ну, сейчас посмотрю, да. В фикс-прайсе я видела побелку. Ну, и что эти за упаковки? Сколько там? 1,3? 1,3? 50 рублей. 50 рублей. Да, а что? Офигеть. Деньги взял? Займу. Давай. Ну, забыла я про побелку. Ну, забыла. Ну, у меня в руках много всего было. Я две сумки тащила, вторая сумка через плечо. Поэтому Борис, вон, пошёл за побелкой. Я же говорила, он собирается на дачу, и ему нужно и побелка, и семена. Он про всё спрашивает уже. Ой, плакала наша дверь. Ой, плакала. Точно придётся делать самой. Ладно, мои хорошие, я сейчас покажу, что я купила в фикс-прайсе. Откроем эту тубу, достанем салфетку и посмотрим, что она из себя представляет. Это раз. Вот. Потом покажу, что я ещё взяла. А, сок. Я же в перекрёстке взяла сок. Мы с Борисом попробовали. Правда, попробовали только один вид сока. Это который... Как же она называется? Господи, тыквы и апельсин. А сейчас попробуем и тот, и другой. И яблоко сельдерей, и тыквы и апельсин. И скажу, что на вкус вкуснее. И вообще, похоже ли это на натуральное. Так, что я купила в пятёрочке. Вот такая миска. Мне очень понравилась в пятёрочке. Это мисочка, ребята. Набор миска для миксеров с ручкой и сепаратор для яйца. У меня... У меня... Ну, у меня жёлтая кухня. Я взяла оранжевая. Вот такой сепаратор для яйца. Он очень удобно крепится на край. Вот сюда. Так вот цепляется за край. Да? Да. Вот так цепляется за край. Вбивается яичко. И очень удобно. Желток отдельно, белок отдельно. И она вот такая маленькая. Она с ручкой. И у неё есть деление на сыпучие продукты и на миллилитры. Мне она понравилась. И она, кстати, на резиновой подставке. Это тоже очень удобно. Снимается, моется. Ну, замечательно. И маленькая. Вот что мне понравилось. Потому что все вот эти вот миски для взбивания, для миксера, они такие огромные. Вот. А мне огромные не нужны. Мне нужна была маленькая. Теперь вот эту штучку надо одеть. И всё будет окей. Так что очень такая хорошенькая. И не ёрзает, не дайте. Вот, не ёрзает. Это мне понравилось. И сепаратор тоже понравился. У меня не было сепаратора. Цепляешь за край, и всё отлично. Вот ложка сама держится. Вот этой покупкой я очень-очень довольна. Так. Она на литр, что ли, наверное. Да, она на литр. Хорошая штучка. А большую я на дачу тогда отправлю. Потому что там всё равно будем печь. Так, дальше. Что я ещё взяла? В пятёрке я также взяла таблички садовые. Вот такие. Такие вот таблички садовые. Они тут разные. На них можно делать надписи, встыкать в землю, где какой сорт. Ну, также и для рассады пригодятся. Так, взяла пятёрочки. Микс Берр натурель. Ананас и папайя. Это я хочу сделать, знаете что? Творожную запеканку уже с цукатами. Вот, с цукатами, с изюмом. Хочу вот такую творожную запеканку сделать, испечь. Попробовать. Вкусно или нет? Так, что ещё? Что ещё, что ещё? Ну и всё, наверное. Взяла два вот таких сока. Я вам уже показывала. Один сок мы с Борисом попробовали. Вот этот. Дорогой. Ну, грубо, стоит 120 рублей. Функциональный декосок. Тыква-апельсин. Мы с Борисом попробовали. Ну, вот сейчас просто я сравню два сока. Сейчас второй открою, потому что его мы ещё не открывали. Так, он тут запаян. Борис сказал, это очень здорово, когда запаян. Не знаю, хватит у меня сил открыть или нет. В описании не указано никаких... Ой. Химических дополнителей. Никаких. Сельдерей активизирует работу желудочно-кишечного тракта. Состав. Восстановленный фруктово-овощной с маркировкой ИДЭС. Содержание. Состав. Яблочный сок и пюре сельдерея. Так. Один, второй. Сейчас попробую открыть. О-о-о. О-о-о. Я сильная. Наливаем. Так. Вот такие два цвета. Один зелёненький, яблочный, сельдереевый. И второй апельсин. Тыква. Сейчас попробуем. Ну, этот я уже пробовала, он вкусный. Добавление сахара не чувствуется. Тыквенное пюрешко. Ну, апельсин вообще тоже не чувствуется, ребят, совсем. А вот это, честно говоря, я боюсь пробовать. Пахнет и сельдереем, и яблоком, и каким-то целлофановым пакетом. Очень приятный. Знаете, такой с лёгкой кислинкой пахнет и яблоком, и сельдереем. То есть, это, знаете, такой запах свежести. Пахнет немножко вот всё-таки почему-то антоновскими яблоками. А когда пьёшь, то привкус сельдерея. Ммм, приятный. Вот как только сок попадает в рот, то ты чувствуешь, как будто он вот безвкусный. А стоит соку разлиться по полости рта, ты чувствуешь кислинку яблока. И сильный аромат сельдерея. Ребят, это вкусно. Замечательно. По насыщенности мне больше понравился вот этот тыквенный. Тыквенный апельсиновый. Ммм, слизистый и очень приятный. Ну вот, сделали открытие. Замечательные соки. Дорого, да, дорого, соглашусь. Что тут за циферки ещё? А, ребята, смотрите. Здесь килокалории. 20, так, низкое содержание калорий. Пей столько, сколько хочется. Объём 1 литр. Это сельдерей. А вот здесь калории. 33 килокалории. Тоже литр. Низкое содержание калорий. Пей столько, сколько хочется. Ну, наверное, это всё-таки рекламный ход. Но, честно скажу, вкусно. Вкусно. Мне понравилось. Сок боялась пробовать, но зря боялась. Знаете, думала, что он мерзкий такой, прям вот сельдереевый. Нет? Нет. Он очень вкусный. Замечательно. Можно брать. Хороший. Понравился. Ребят, я в подвальчике в нашем купила ещё творог. И знаете, что интересно? А как вот он получается вот такой слоистый? Вот интересно очень. Посмотрите, какой он слоистый. Вот у него прям слои. Вот как это делают? Вот объясните, вот как это возможно? Вот он прям слоями. Он прям расслаивается. Ну, только на вкус можно определить, хороший он или не хороший. И то вряд ли я смогу определить, хороший он или нет. Я могу только определить, вкусный он для меня или нет. С низким содержанием жира. Мне нравится. Водички только много здесь. Ну, наверное, так и должно быть. Я так думаю. Вкусный. Надеюсь, запеканка из него получится вкусная. Вот. Там же в подвальчике я купила индейку. Филе грудки индейки. Сейчас разделаю на... Разрезаю на кусочки, разрежу. Чтобы потом было удобно отваривать. Ну, вот это единственное мясо, которое я могу есть при великим удовольствием. Ну, вообще странно, конечно, непонятно, что с организмом произошло. Ни говядину, ни свинину на дух организм не переносит. Ну, я не считаю, что я съела два кусочка шашлыка на своем дне рождения. И это как-то могло повлиять. Нет, нет. Категорически ни свинину, ни говядину, ни баранину есть вообще не хочу. А вот индейку легко. Так что сегодня буду готовить себе индейку. Ну, а Борис пусть кушает котлеты, которые я приготовила. Ну, в общем, я думала, что я все показала. Нет, не все. Вот теперь хочу показать салфеточку. Хочу открыть. Достать. Вот так. Вот она в пакетике упакована. Какая она интересная. Она, знаете, как будто поролоновая. Сейчас мы с вами откроем одну. И посмотрим. Ну, заодно вы мне скажете, вы мне ее такую советовали или все-таки какую-то другую? Может быть, фикс-прайс все-таки не такая. Так, на ощупь она влажная. Вот она вот такого размера. Вот такая. Тянется во все, во все стороны. И она действительно влажная. И она, правда, вот знаете, как тоненький такой поролончик. Вот, видите? Видите? Чувствуете, хотела сказать. Как поролончик. Она не тканная. Это не ткань. Она без ворса абсолютно. Внутренняя часть салфетки влажная. А вот на сгибах вот тут она уже сухая. Ну, я думаю, от того, что она долго хранилась. Вот такого размера салфеточка. В ближайшее время я попробую ей промыть окна. Да, видите, даже по цвету видно. Вот здесь она влажная, вот она светлее. А вот здесь вот на сгибах она даже шуршит сухая. Так что вот. Упаковываем обратно. Ну, надеюсь, что это именно та салфетка, которую вы мне советовали. Вы знаете, похоже на то, что эта салфетка хороша для зеркал и стекла. Похоже. Она без ворса. И она действительно поролоновая. Она все-все-все ототрет. Очень-очень похоже. Сейчас я немножко здесь закручу. Вот так. И в другую сторону, чтобы она не высыхала. Но в инструкции написано, что ее можно намочить. Можно стирать, можно сушить. Так, ну вот. И спробуем. Ого, пришел? Да. А что это ты накупил? А канистра тебе зачем? Канистру под пиво. Подо что? Шучу. Под бензин для всяких этих. Мотоблоков пил. А здесь что? Пистолет, а то наш подкапывает. А, ты в фикс-прессе что-ли был? Да. Как и я? Понятно. Да там может быть пистолет, это не очень, наверное. Ну, может быть. А еще что? Укровной материал. А еще? Побелка. Ага, и побелку все-таки взял. И фломастер что ли взял какие-то? Рожжалки. А, понятно. Ясно. И побелочка, да? Ага. Так она уже готовая или она не готовая? Готовая. Готовая. Нетоксичная, быстро сохнет, готовая к применению. Понятно. Ну вот, с такими ведерками удобнее красить-то. Маленькую взял и все, чем большие ведра таскать. Молодец. Кисточку надо с балкона положить. Да, на балконе кисточки есть, да. Все, да? Больше ничего нету? Больше ничего нету. А надо? Вкусненького не принес, Любаньки? Фикс-прессер, вкусненького нету. Да, но там есть, но несъедобное. Да. Ясно. А что ты бы ты хотела вкусненького? Ой, ничего не хотела бы. Я сейчас хочу творожную запеканку сделать. С цукатами. С кем? Так, ладно, идите, мужчина. Идите. Пойду еще похожу. Придешь, может, будет готово. Может, еще где какой-то фикс-пайс есть. Так, Боба, в тени брюхо, а то уже складки. Почти в ней там. Да там уже нечего расстегивать, там разрезать надо. Тебе, кстати, самокат-то дать? Ты чего? Что? Все, замолчал и пошел. Да, видишь, москат. Что-то у нас сегодня какой-то магазинный день. А, у нас все дни магазинные. Ладно. Пойду готовить творожную запеканку. Не пойду готовить творожную запеканку. Яйца покончались. Сейчас Борису буду звонить, чтобы он яйца купил. О, Господи! То одно, то второе, то третье. Ну, придется его дождаться. И только потом готовить творожную запеканку. Там три яйца, а три яйца это мало. Сейчас наберем, пока он в лифте. Пусть он там купит. А он в лифте, наверное. Не услышал. Борь! Боб, купи, пожалуйста, яйца, две упаковки. А то у нас все покончалось, мы все покрасили. Да. Хоть белые, хоть черные. Да, любые. Все, договорились, давай, жду. В лифте телефон берет. Ну и хорошо. Ну, а я пока начну. Из тех яиц, что у меня есть, из трех. А потом одно добавлю. Пока Борис ходит в магазин, я хочу приготовить запеканку вот в этой чашечке. и посмотреть, как миксер в ней будет себя чувствовать. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А вот такая красивая запеканочка у меня получилась. Сейчас остынет. И можно будет ужинать. Ух ты, красота. Спасибо. Нет, нет, секундочку, убери микрофон, убери микрофон, я задаю... Женя, отдай, ну что ж ты принесла-то столько всего, посмотри. Женя, мое, Женя. Что там такое? Что там? Нашел? А я думала, она все сюда принесла, Боря. Вот мое. Все мячики здесь. Ой, ой, боже ж ты мой, ой. Горе у собаки. Я буду грызть. Тише ты, тише. Тише. Да, мать, не мешайся. Мое. О, Господи. Ой, Женя, ой, Женя. Неси сюда, моя радость, неси. Ты все собрала, да, это пятый мячик. Смотри, папа еще нашел. Жень, Жень, вон смотри у папы. Еще мое. И вот мое. Все отнял, да? Папа отнял. Мое. Ой-ой-ой. 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 Осторожней вы, Господи. Р-р-р. Мое. Ой, Господи. Вот чем занимаются люди, а? Вот чем люди занимаются? Мое, скажи, все мое здесь, все мое. Все мячики мои, все мячики, все мои мячики. Отдай сейчас же мячик. Собака такая. Надо еще купить штук десять. Мы с тобой разобьемся на этих мячиках. Отдай сейчас же. У собаки совсем нет мячиков. Отдай. Отдай мячик. Отдай. Отдай сюда. Отдай, Горь. Прячет. Хорошо. А это будет мой. А это мой. Все поотнимали у собаки. Мое. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, Евгения. О, утащила. Теперь туда складывают. Ах ты. Собачка-бабачка. Коля-коля-коля-коля-коля-коля. Коля-коля-коля-коля-коля. Завтра приедет Наташа. Завтра-завтра. Из лохматого пса превратишься в кого? В стриженную псинку. О, Господи, Боря. Мое. Ой, Женька. Неси скорее мышонок. Неси сюда. Неси. Ай, молодец. Ай, молодец, суши. Да? Молодец. О, лохматая такая, лохматая. Завтра Наташа приедет. Тебя подстрижет. Адай, отдай, отдай, отдай. Адай, отдай, отдай. Дррррр. Дррррр. Молодец. Молодец. Адать в его детский дом или какую-то чужую семью? Это такой бри. Ага. Адррр. Адрррр. Ну вот и закончился день. Загорелись огонечки. Все уже дома Я сегодня вечером готовила очень вкусный рецепт Ребята, у кого нет уже отваренной гречки Варите 150 граммов гречки вам понадобится на новый и очень вкусный рецепт А на этом я сегодняшний влог хочу закончить Уже поздно, за окошком уже темно И пора укладываться спать Вам всем А мне надо монтировать видео Чтобы завтра вы увидели Чем мы с Женькой занимались весь вечер И весь день А на этом все, мои хорошие Всем-всем Спокойной ночи И всем-всем Прекрасного, доброго утра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому